Вы знаете, в моей жизни есть пара людей, которые говорят не всегда, что я записываю видео не на те игры, поэтому у меня все развивается достаточно медленно на канале, потому что просмотров мало, эта тема не так интересна людям, но, вы знаете, если есть люди, которые смотрят то, что я записываю, значит для меня то, что я делаю, это не зря. И вот сегодня я хочу вам показать игру, которая называется Starcrawler's Chimera. Это не какой-то no-name, это продолжение первой части игры, которая вышла в 2015 году. Это Dungeon Crawler. По этому жанру я уже много чего записывал, я так коротко покажу сейчас на экране то, что уже было, но в целом в этом жанре, наверное, я один из немногих, кто записывает еще видео, поэтому, ну, я такой проводник в этот жанр, если так можно сказать. Был раньше еще хороший канал Let's Play по-русски, но он, к сожалению, загнулся, почему-то перестали записывать, ну, да ладно, неважно. Сегодня мы посмотрим на продолжение этой игры. Это альфа-версия, она выходит 16-го часа в Steam в ранний доступ, очень ранний доступ, это еще альфа-версия, то есть, соответственно, еще много чего будет доделывать, но пишут, что уже многие функционалы готовы, поэтому, собственно, будем с вами смотреть. Поэтому я желаю всем приятного просмотра. Начинаем. Я немножко ошибся, игра выше в 18-м году, в 15-м году был ранний доступ. Так вот, разработчики игры из Америки, но при этом уже сейчас на раннем доступе в Альфе уже есть русский язык. Конечно, он корявый, очень странные переводы, мы это скоро увидим, но в целом он есть, так что, как бы, уже приятный. Тут есть куча скильчиков, которые мы выбираем. Честно говоря, учитывая, что я первую часть почти не играл, хотя мне много раз советовали, но, к сожалению, я так до нее толком не добрался. Но здесь, в общем, многие механики, которые я, скорее всего, не понимаю, вы, скорее всего, не понимаете, поэтому рисковать и выбирать какую-то комбинацию из кучи скилов вот в таком виде, это немножко, мне кажется, опрометчиво, потому что, ну, просто мы забочимся о каком-то этапе, поэтому давайте я пока что попробую заиграть какого-то одного из подобранных персонажей, который здесь есть. У нас есть военная машина, такой себе воин, у которого, как я понимаю, будет хороший, вот видите, у нас такой жесткий русский язык, у которого будет хороший параметр для того, чтобы сражаться в ближнем бою. Есть ночь резвия, это как местный такой себе рога. И есть условный маг, честно говоря, даже не знаю. Ну, давайте пробуем за мага сыграть, я люблю за мага играть, потому что это обычно очень весело. Потому что много эффектов на экране, так все красиво, ярко и так далее. У нас есть сложность, хардкор, вызов, стандарт или режим 2020 года. Если бы был 2007, было бы, конечно, прикольнее, но это 2020. Это ваш режим. Пожалуй, все-таки будет наш стандартный режим, это какой-то изи, реально изи. Что ж, давайте запускаем Zombie Vegas и мы начинаем игру. Не знаю, как вы относитесь к вебке, но лично мне кажется, что с вебкой видео становится более каким-то таким персонализированным. Это очень прикольно, поэтому я надеюсь, что вам нравится. Что ж, смотрите, это игра, которая основана на тех же принципах, на которых основаны почти все данжен кроллеры сейчас. Передвижение по клеточкам. Мы можем, в принципе, двигаться при помощи ВАС. Все остальное делать мышкой и это делается достаточно комфортно, поэтому, ну, это без проблем. Также у нас есть скильчики. Скильчики у нас отображаются вот здесь. Ваши навыки. То есть, давайте поглядим, что у нас есть из базового набора активных скиллов. Так, вот я смотрю, еще есть ряд пассивных навыков. Блин, сколько у меня всего есть сразу же с самого начала. Ну, давайте посмотрим, активные. Поднимите юнкера из трупа павшего механического врага. Это как некромантия, но с наукой. Ага. Хорошо. Что бы это ни было, вы всегда можете попробовать изломать его. Ты хакер, чувак. Скилл называется Мотыга. Окей. Ударьте цель тьмой, которая наносит урон и прыгает, чтобы атаковать до двух врагов. Угу. И сопротивление. Нет, стоп, последний скильчик хватает. Уничтожьте подходящий химикат, чтобы создать пустой нанитовый сосуд. Ой. Улучшается сумма. Ну, в общем, перевод, конечно, корявый, но что же, будем пробовать, как оно есть. Клиент, ах, вы приехали. Доктор Цербер находится на нижних подуровнях, поэтому вам нужно будет спуститься по лестнице. Я поботился о безопасности вестибюля, а все остальное зависит от вас. Удачи. Видите, доктора Цербера этажами ниже. Хорошо. Сразу же скажу, что вот сейчас вы, когда смотрите это видео, то вам может показаться, что как-то вот очень отдалена камера. Это, на самом деле, фиксируется в настройках. Называется это FOW. Просто в шутерах обычно так делается. То есть, грубо говоря, часто люди играют на вот таких настройках. И создается немножко другой эффект. Но мне нравится делать как в шутерах, поэтому вот на максимальном FOW-е ощущение, как будто ты двигаешься быстрее. То есть, совсем другое восприятие, поэтому я буду играть так. Но вы знаете, что это регулируется. То есть, это, ну, как бы, дело вкуса. Максимальное дело вкуса. Так, вот у нас кто-то таксоновая граната. У нас также есть инвентарь. В котором у нас сразу же есть какой-то базовый набор предметов. Также у нас есть вот такой вот набор наших вещей, которые мы будем постепенно находить. Параметры. Давайте почитаем. Прочность. Даже тут перевод не совсем корректной. Сила. Это мера вашей способности задействовать мышцы для передачи и поглощения боли. Влияет на ближний бой, блок и максимальное здоровье. Стойкость. Это, судя по всему, на здоровье влияет и ухранение. Постановление здоровья и блокировку. Парварство, признание, умный, смекалка и так далее. Интересно, что у моего героя сразу же высокая очень прочность. Хотя я вроде как маг. Ну, да ладно. Я не против. Я только за. Давайте позаглядываем. Такая музыка в стиле киберпанка сразу же включается. Что-то такое непонятное на меня падает, так полагаю. Нанитовое облако. Мы можем бить в рукопашку, можем бить дальним боем. Можем проводить третий скильчик. Давайте пробуем. Ну, на самом деле урон очень хороший, поэтому можно вот так вот просто победить. Все? Все, победил орден. Да, то есть видите, когда начинается битва, то включается дикая музыка и при этом еще добавляется передвижение. Пошаговочка включается. О, посмотрите, энергетическая сфера. Куда мы ее можем поставить? Вместо оружия. То есть, грубо говоря, если я собираюсь быть все-таки магом, то, наверное, сфера это не самая худшая идея. Но пока что, конечно, гаечный ключ мне нравится. Он унушает мне доверие. В плане того, что я знаю, что даже если магия не поможет, то всегда есть гаечный ключ. Знаете ли. Так, я насобирал какую-то кучу добра. Напоминаю, что игра в раннем доступе, а в очень раннем доступе, поэтому я думаю, что многие вещи будут работать не идеально, но я надеюсь на лучшее. Так, вот у нас какой-то робот. Есть какая-то еще ловушечка. Давайте испытаем еще раз навыки свои. Что это? Мотыга. Мотыга ближний эффект. Не знаю, отработает ли это вообще на врага или это чисто какой-то такой бонус для какого-то взлома. Поднимите юнкера. Нет. И... Ну, химикату не что, ради того, что через сумку, да? Давайте пробуем. Так, я вот бланку изготовил, да? Ну, это не сильно актуально. Давайте лучше тогда. Так, сейчас мы пытаемся его убить. Так, мы его убили. Теперь пробуем засамманить. Отличненько. И теперь пытаемся вот туда вот атаковать. Хорошо. Самманы работают уже. Врагов столько, я смотрю, в самом начале игры уже столько двигается врагов. Интересно. То, что очень необычно, что при движении влево-вправо через QE, а D это повороты, поэтому немножко непривычно. Мне кажется, местами будут мисклики. В силу этого факта. Можно пытаться еще засаманить, но я так понимаю, что самманы не работают так просто. В таком расстоянии, так что придется пока... Миньончик мой еще. Это слизь. Так, я так понимаю, что я могу, в принципе, между боями использовать эту штуку, чтобы быстрее регениться гораздо. И таким образом немножко себе улучшать жизнь. Вот. Теперь я так быстро отрегенился, и можно пойти. Пока какой-то сумбур происходит, если честно, я не сильно понимаю, что происходит вообще. Враги просто генерируются из ниоткуда. Прям, буквально из ниоткуда появляются. Благо, у меня герои достаточно крепкие. Мои чубрики столы ломают уже. Я не знаю. Какое-то легкое безумие. Мне нравится, что они не исчезают. Это позитивно, конечно. В плане, что они... Неужели они будут следовать за мной навеки? Что у нас там по описанию? Написано жизни их. То есть, по идее, только жизни их ограничивают. Времени, наверное, нет. Ладно, посмотрим, как оно будет работать. Тяжелые ботинки. У меня, я так понимаю, вообще никаких не было. Судя по всему, да. Это какое-то... Какое-то оружие дальневойное. То есть, мы его берем. У нас, по идее, появляется возможность пострелять по вратильникам. Аптечка не нужна. Инструменты какие-то тоже не нужны пока. Давайте пособираем все, что здесь лежит. Конечно, вот... То, что вот такие вот полки, на которых смешаны предметы, которые сильно не подсвечиваются, это не очень удобно. С одной стороны, конечно, это способствует тому, что... Все воспринимается более гармонично, но с другой стороны, мы можем пропустить какие-то предметы. Все-таки в таких играх лучше, мне кажется, чтобы подсвечивалось все очень четко. Даже если это может выглядеть не очень так корректно, но все же... Отмычка нет. А мне пик ломается. Уда. Но я, честно говоря, не знаю, насколько у меня большие шансы это открыть, поэтому давайте пойдем лучше. Как будто в хоррор куда-то играю. Ладно, я так понимаю, что... Ну, учитывая, что у меня герой не взломщик, то, наверное, он вообще ничего взломать не сможет. Будем полагать, что нужно проходить только по синим дверям, которые открыты. Мои самоны, как в экшн-рпгшках, уже появляются раньше меня. Так, смотрите, можно за ресурсы купить какие-то предметы себе. Карбонитовое лезвие. Дэмэдж 3 сечей. Остановить здоровье. Энергосфера. Ну, единственное, что я вижу, смысл здесь купить, то что-то вот такое. Но 200 монет стоит. Стараюсь, чтобы продать ему ключ свой. Блин, не хочется продавать все это вместе взятое. Поэтому пока, наверное, обойдемся без этого. Еще успеется. Еще однозначно успеется. Хорошо. У нас, получается, есть какие-то торговцы по карте. Это лолушка, по идее. Да, похоже очень на лолушку. Куда я взял эту сферу? А, сфера комбинируется, выходит с этим, с дальним оружием. Окей. Это неплохо. То есть можно очень даже удобно разыгрывать. Давайте пробуем эту штуку поставить куда-то вот на эти быстрые кнопки. Тут у нас гранаты. Что позитивно здесь, я так понимаю, очень много скиллов, которые ауешные. С самого начала игры. Что это проблема многих игр от этого жанра. То, что не хватает ауе. Там я вижу сразу же такое нехилое количество врагов. Давайте, что мне за гранаты? Типовая и таксоновая. Давайте пробуем пятерочку закинуть сразу. Я, честно говоря, не знаю, насколько я могу вообще стрелять по врагам, потому что почему-то не работает кнопка стрельбы. Ой. Аккуратно-аккуратно выйти из того боя. Противник не саммонится вроде. Блин, непривычное управление, прямо скажем. Кстати, это же скилл, который еще прикидывается на противников других. То есть, соответственно, это очень неплохая способность для таких вот массовых заруб. Там еще какая-то турелька стоит. На самом деле, надо в таком случае просто отойти. Саммоны маяки это не очень активно, я смотрю. Они защищают, видимо, меня в каком-то небольшом периметре. Дальше не сильно стремятся идти. Ну, ладно, в принципе, это не страшно. На самом-то деле. У меня главный вопрос, получится ли я сейчас собирать себе кучу саммонов. Чтобы их была целая армия. Как-то так, условно, да? Проверим. Враги просто повсюду я смотрю. Как этой штукой стрелять? Я вообще не понимаю. Я обучение прошел перед этим видео, но... А, у нас, видимо, боеприпасов просто нет. Да, это точно. В таком случае просто-напросто берем свой гаечный ключ. Хотя, на самом деле, даже, мне кажется, выгоднее брать все-таки сферу. Бегать с ней, потому что она банально дает нам немножко лучше регенерацию. Да, в такой ситуации, конечно, тут ничего не поделаешь. Надо уже брать гаечный ключ и начинать работать. Так, я тоже умер. То есть, получается, мы всех убили. Какие-то сверки еще тут есть, есть. Куда телепортировался? Вообще непонятно. Главное, что мои собоны прилетели со мной. Робот-уборщик. Он добрый вроде. Пока что, первым ощущением, конечно, какой-то немножко сумбур происходит на экране. Прямо скажем. Так, он мне пытается убить. Давайте спрячемся под мою охрану. Так, давайте пытаемся что-нибудь качнуть еще заодно. Посадите мобильный паук. Так, ранг 2. Какой-то урон наносится. Давайте проверим, как это выглядит на английском языке, потому что, честно говоря, ну, это сложно читабельно. Лучше так уже. Вот, наносит шок-урон. Ну, если цель механическая, то еще и получает эффекты негативные. Кстати, интересно, что-то спал. Давайте возьмем. Ладно, я сразу же его взял, на самом деле. Можно было повременить пока, но я как-то не удержался. Так и говоря, есть не только скиллы, еще и перки. Перки, если я правильно помню за обучение, то это усиление какого-то скилла, то есть он становится более сильным. Возможно, еще какие-то будут пассивные бонусы. Ну, в общем, поглядим. Поглядим, давайте немножко побольше побегаем, потому что пока... Ну, концепция игры понятна максимально, но насколько это все интересно в будущем будет, вот это вопрос. Это хороший вопрос, потому что пока что хаос. Но что плюсово, что уже куча врагов. Причем видов в том числе. Так, ну, получилось выжить. Конечно, надо сейчас под сферкой побегать немножко и отрегениться, потому что пробелы можно простаивать на месте. Вот мы получили, кстати говоря, новый арморчик. Все, струя нам не сильно нужна. Так, и перчаточки. Но вещи, конечно, непосвечиваемые, это тяжело немного. Так, у нас максимум два самона, я смотрю, потому что мои попытки сформировать себе целую армию, какую-то некромантскую не получают. Хотя, стоп, их три уже. Да, их три. Ладно, судя по всему, три лимит. Три получается вызвать. Ну, ладно. Ну, какой-то ящик. Кроме твоей главной цели, я также имею побочную миссию. Посмотри, найди эти ящики, я дам тебе детали. То есть нам дают обычную миссию, которую можно пройти, можно не проходить. Это, ей нужны какие-то образцы для анализа. Давайте, пробуем найти. Между тем, кстати говоря, смотрите, тут еще из интересного есть какие-то вот такие штуки. Это сейф. Сейф второй сложности, я так понимаю. Давайте разблокируем отмычкой его. О, о. Еще когда-то полетели, правда. Кредиты. Клотность. Какие-то пульки. Так, а пульки к чему это вообще? Наверное, можно скомбинировать с этим ганом. Давайте пробуем. Ну, я надеюсь, что это получится как-то реализовать. Давайте попробуем сейчас на каком-то противнике, потому что пока. Так вот, ганчик. О, да, работа. О, еще и урон хороший. Даже при том, что я маг, то стрельба, ну, стреляет неплохо. Должен сказать. Давайте испытаем новый скидчик на там котельнике. Он посильнее вроде бы. О, станчик работает, отлично. Так что, этим скилом можно просто-напросто этих всех меходоидов убивать на изи. Так. Что-то, наоборот, такого интересного. Какая-то дефицитерская вещь. А, вот я, собственно, уже классную вещь нашел. Он выходит. Ладно, куда бы эту миссию сдать, еще хорошо понять бы. Мне кажется, самое важное событие в этой игре случилось. Я нашел себе вот такой вот плазмовый меч. Класс, просто класс. Выглядит серьезно. Мне кажется, надо было брать себе просто-напросто этого воина, и я бы с таким еще можем выигрывать. Всех убивать. Так, у нас какие-то этажи с яростными противниками. У меня, кстати говоря, есть какая-то граната. Может, поможет? Неплохо. А если вот так еще? Неплохо. А если так кинуть, еще вот так? Ну, как бы урон хороший, но это какой-то этаж более жесткий. Что я вижу пока что, то, что уровни какие-то хаотичные. Это факт. То есть прям вообще нон-стоп. Это передвижение, разные этажи. Может быть, я просто чего-то по локациям, конечно, не понял. А вот, судя по всему, мне нужно вернуться обратно. То есть путем вот через этот коридорчик. Лучше тогда обойти все это дело. Ну, идем. Выходит после того, как мы делаем миссию, у нас появляется возможность открыть ящик. Вот, оставим предмет. И получаем взамен какое-то оружие, например, в данной ситуации. Так, плазма, меч. 3-3-2. Против моего. 2-2-1. Слушайте, так это вообще имбаб, мне кажется. Таким оружием можно вообще кого-то уже уничтожать потихонечку. Все, мы коробку разобрали. Она сидит до сих пор почему-то, видимо, это какой-то еще баг остался. Потому что я не вижу, что там можно еще забрать. Возможно, она просто где-то забагалась внутри. Давайте сходим сюда еще попробуем. Ну, врагов здесь много повсюду. То есть они сделали такое наполнение максимальное, чтобы игрок мог получить удовольствие. Мог побегать, заняться всеми видами активности в этой игре. Ну, скажем так, пока что какого-то такого большого смысла там все время не вижу. Хотя, в принципе, интересно. Если сделаю какую-то полноценную сюжетку. Учитывая, что куча скиллов, разные билды, неплохо. Попытка очаровать противника. Если враг не механический или чарм проваливается, носит кучу урона. Так, телепортируется в какую-то локацию и шокирует противника. Давайте телепорт еще возьмем. Интересно, как будет работать. Так, давайте вот сюда сходим. Конечно, здесь бы... Вот так вот захиляться. Теперь можно двигаться дальше. Так. Давайте пытаемся эту способность использовать. Она восьмая у меня, да? Вот, вот. Прям куда-то я пролетел уже непонятно куда. А, вон они противники мои. Ну, в принципе, неплохо. Отлетел удачно. Ну, что я могу сказать? В целом... В целом... В силу того, что в этом жанре вообще ничего не выходит, то... Возможно, в этом можно будет поиграть с удовольствием на релизе. В раннем доступе я, честно говоря, не сильно вижу смысл какой-то. То есть, так вот просто пофаниться можно в любом рогалике. Сейчас этих рогаликов со свободным передвижением, с свободным геймплеем, столько их разных. И стрелять можно, и на мечах рубиться, и все что угодно. Мне кажется, в этом случае, ну, какой-то рогалик такой поинтереснее будет, чем такая игра. Когда выйдет игра полноценная, то я уже обязательно буду тестировать, смотреть, что там будет. Потому что, в принципе, задел неплохой. Первая часть была хорошая. Хорошие отзывы были, в том числе, от людей, которых я респектую. Поэтому, я думаю, что... На релизе надо смотреть. Пока что, конечно, вот такая вот игрушечка. Пишите, пожалуйста, что вы думаете про эту игру. Как вам понравилось, не понравилось. Так что, ребят, на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь. И до скорых встреч на новых видео. Это был Zambi Vegas. Всем пока.